итак приветствую вас мои друзья и гости канала да да и кто-то скажет макс а ты чё такой доволен знаете почему такой доволен да потому что я сейчас побывал у нас коттеджем поселке который называется лесная поляна да и пообщался здесь как вы думаете с кем ну-ка ну-ка с продавцом да с продавцом именно частного домика и я понял одну простую вещь что блин надо общаться не только с отделом продаж не только застройщиком и нужно общаться с теми людьми которые здесь пожили да они прожили здесь полтора года и знаете блин очень много чего хорошего я не узнал про данный райончик почему выбирать райончик почему выбрали именно там в общем сейчас по порядку и потихоньку сейчас все расскажу и покажу мы с вами едем специально хочу показать вам дорогу да чтобы вы имели представление как вам придется примечаться примерно автомобили и дорога да узкая да согласен с вами но знаете эта дорога не такая серпантинистая посмотрите какие здесь дворцы выстроены посмотрите какие здесь дома есть по-настоящему хорош чтобы тихо спокойное место за исключением этого самолета у то есть не верстолета самолета верстолета которыми от достал просто кружился кружился и здесь смотрите видно что живут на челябинце да челябинский кирпич такой красивый домик себя строили блин просто красавцы и вы видите что то нифига не бюджетный район да это район довольно-таки дорогой посмотрите какие-то здесь домики по кругу да но по выстроены такие интересные именно поэтому я решил вам заказ показать но опять же никто еще из моих клиентов никогда жизни не отказывался от хорошей экскурсии от хорошей продуктивной экскурсии и так давайте вот у нас магазинчик и вот здесь мы с вами видим менясь автобусная остановка которая называется лесная поляна почему лесная поляна потому что называется коттеджный поселок ну и давайте мы с продвигаемся все дальше 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 и дальше опять же апрель месяц уже зелень появилась поэтому я думаю вам будет интересно все это смотреть интересно будет наблюдать и как раз посмотрим сколько же занимает дорога буду специально ехать не спеша не дыша для того чтобы того чтобы вы могли ощутить все эти прелести все все эти были такие дворцы построены офигеть просто можно кстати вот здесь дорогу уже нормально такая широкая широко комфортно в общем здесь есть школа в этом районе да здесь в этом же районе есть детский сад здесь есть общественный транспорт но конечно же большинство кто покупает такие дома большинство кто берут такие таунхаусы они конечно же перемещается на автомобиле например вот здесь можно приобрести у нас таунхаус да примеру за вот лесной поляне можно купить за 5 миллионов 300 тысяч это 75 квадратных метров и по логике например собрать чтобы примерно центре да чтобы в центре сочи то аналогично и будет строить стоить стоить около 18 миллионов любой умный человек лучше возьмет за внутрь за 5 300 да и на сэкономленные деньги может купить штук 20 автомобилей ну по большому счету поэтому в целом я думаю это не те препятствия но многие же выбирает значит так давайте мы здесь пройдем с вами покажу вам еще покажу вам дорогу который это розовый троф который у нас сейчас застройщика посадили 1 апреля и покажу вам еще этот райончик чтобы примерно понимали вот в этом районе сейчас земля сотка земли стоит миллион рублей и в этом районе в принципе уже также появляются у нас хорошие дома такие добротные да мы в районе находимся сейчас золотой гребешок и я покажу вам как здесь легко можно проехать или выехать куда-либо здесь мы сейчас вами с пара идем в правую сторону до них лишь шестерочки такая есть разные автомобили но магазины здесь есть вот даже магазин цветов есть и наверное до более известная дорога да все верно говорите это дорога как раз ведется жилой комплекс который называется на живая вода то есть чуть дальше проедем там будет жилой комплекс живая вода которая строится надо тоже заехать его надо снять ну да ладно не будем стоять раз сегодня мы с вами смотрели немножко другие моменты сегодня мы сделали удар по таунхаусом и по частным домам именно в адлеровском районе почему именно здесь потому что здесь были менее адекватные ценники во всех остальных ценники мягко говоря не адекватные давайте доедем посмотрим ну и здесь да есть место где еще можно расстраиваться именно здесь можно встретить ксению собчак с предвыборной кампании стоялся с левой стороны здесь же мы можем с вами наблюдать конечно кладбище но опять же ты я выбрал такой путь через кладбище можно было поехать конечно по-другому ну я так выбрал потому что хочу показать вам дорогу максимально короткую хочу показать вам дорогу по которой можно уехать в олимпийский парк и дорогу по которой можно уехать в Сочи ну и конечно же сейчас делать дорогу еще да там есть же выезд который дорогой в сторону красный полян тоже большой плюс ребят есть например кто-то там занимается лыжами да кто еще чем-то занимается то я рекомендую вам присмотреться вот именно вот к этому району который называется у нас золотой гребешок ну все с этим понятным здесь да небольшая такая промзона есть но в целом все равно ехать я считаю что комфортно комфортно машинами здесь ничего не перегружено хорошо классно это у нас жилые гаражи пошли да тоже то еще нанотехнологичное вот здесь 59 автобус также есть ну конечно же давайте мы дадим возможность проехать не хочу чтобы камера которая находится снаружи чтобы она уляпалась чтобы она заляпалась не хочется да и давайте с вами проедем дальше 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 целом три года назад я этот район за район который называется золотой гребешок я его немножко недооценивал потому что считал что он находится в попе мира потому что считал что рядышком аэропорт там эти минусы так далее сейчас живя вот в сочи я понимаю что наверное в каждом районе есть и плюсы и минусы и мягко говоря я этот район немножко недооценивал по одной простой причине потому что как сказать какая рядышком аэропорт да минусы есть но и плюсы тоже есть например вот попробуйте например с лазаревского доехать до аэропорта да замучаетесь пять раз или попробуйте доехать например не знаю с центра сочи до аэропорта тоже пока выйти тоже будет тяжело а здесь раз и вы на месте опять же так если кто-то работает на газпроме вот здесь есть возможность работать здесь хорошие вакантные места да и я думаю можете себя здесь реализовать по левую сторону у нас олимпийский парк стадион фишт олимпийские объекты ну и конечно чем ближе к олимпийскому парку тем дороже я сегодня заснял вам два дома по одной и той же цене по 28 миллионов первый дом я снял на 12 соток земли дома с шикарным ремонтом площадь дома 37 квадратных метров и на ровной поверхности при этом никакого не видно ничего там даже и разговоров не может быть территория у нас там была не облагорожена ничего и при этом этот домик стоил 28 миллионов и за 28 миллионов я заснял вам домик который находится чуть прям подальше там может быть там километра три и при этом уже сделана территория да много чего-то было вложено шикарная техника шикарный ремонт и по цене тоже 28 миллионов поэтому выбор всегда есть у моих клиентов даже сам выбирать что ему больше в этой жизни нужно но мы потихонечку двигаемся дальше двигаемся двигаемся хорошая трасса у нас появилась если бы мы поехали с вами в левую сторону да мы бы оказались уже в олимпийском парке до олимпийского парка получилось там не спеша 10 минут ну соответственно до моря тоже на автомобиле 10 минут пешком но мы едем с вами в сторону сочи да и посмотрим что же у нас такого подарок вот не навигатор показывает что до сочи ехать всего лишь восемнадцатый год тоже считаю что это большой плюс не люблю когда большие когда большие у нас машинки тачатся в левом ряду но это ненормально поэтому давайте извиняюсь что мы опередили с правой стороны ну и потихонечку мы с вами выковыряем до центра сочи тут же я вас познакомлю с районами завтра мы поедем кстати и сюда лесной поляну с надей и поедем вот смотрите на горизонте у нас стоят три домика с правой стороны чуть правее да еще смотрите это жилой комплекс который называется триумф в триумфе мы тоже будем смотреть квартирку завтра посмотрим что потому что например когда я вчера сделал нас в риаторском части голосования чтобы вы себе купили имея примеру 12 миллионов рублей и нужно было 100 квадратных метров там 100 110 квадратов например жилой комплекс триумф либо же жилой комплекс бачаров маяк либо же посмотрели какую-то другую альтернативу и знаете что все до одного ну реально все до одного написали что лучше триумф потому что триумф у нас по сути это второй парь горького я даже сказал бы не 2 по паре горького это первое потому что парь горького с его дебильными окнами с его дебильными планировками это пародия на триумф триумф по-настоящему интересное интересное место наличие всей инфраструктуры поэтому завтра мы здесь окажемся если вдруг я раскручу надю да пишите в комментариях важно ли вам мог узнать женский взгляд на подбор той или иной недвижимости как ну интересно было узнать с ее уста что она думает про квартиру какой бы она выбор себе сделала в общем завтра мы я свой день хочу посвятить недель по пару часов мы пройдемся именно с точки зрения рассматривать себе будем варианты и кстати лесная поляна тоже будет как вариант для рассмотра потому что там можно в принципе взять у нас тонхаус в рассрочку до 70 70 процентов и и в поляне есть много вариантов уже с ремонтами то есть с ремонтами тоже можно рассмотреть итак у нас железнодорожный вокзал мы с вами доехали до железнодорожного вокзала 11 минут вот с того получается жилого комплекса лесная поляна с которого мы едем да тоже рассчитаю что довольно-таки неплохо ну и мы с вами потихонечку доехали до курортного городка курортный городок я вообще не воспринимаю как как таковой я считаю что курорта городок это немножко не то да и для и для отдыха это не тот район где хотелось бы отдыхать и для пмж он не годится само собой разумеешься поэтому ребят не знаю кто покупает нас квартир курортном городке это может быть супер мега садомазохистами ну да ладно сто людей сто разных мнений потому что если мы возьмем с вами правую сторону то там жесткие горы косогородно при том же притом лютые горы а если мы возьмем саму левую сторону то это так скажем межсезонье мертвый 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 город мертвый город секундочку ало да никита мне ватсапе напишите пиши номер телефона к кому нужно с кем нужно звониться ватсапе напиши эти пришли все ребята занять продолжим так вот справа стороны горы косогоры узкие дороги ну в общем там трэш трэш полный хотя давайте я вам покажу что то что я думаю вам вам рассказываю заедем просто чтобы вы понимали останавливается конечно же все как придурки вот я отвечаю вот вот как здесь вот как реально вот захотел остановиться там посередине дороги взял остановился все здесь нет такого понятия как там какой там этика или еще что-нибудь ну тут реально так и по всему адлеру вот вот только из-за этого у меня негатив просто не знаю как сможет передвигаться здесь надя ну просто мне иногда за нее становится страшно понимаете ну реально на разуме становится страшно и так вот здесь у нас улица арбитрская да глине что же здесь такого интересного есть здесь есть для семейки я снимала для вас как-то здесь есть гостевые дома но тоже это все имеется и вот если например все привыкли что курортный городок это ровная поверхность долбом то здесь конечно же конечно все в точности все дано оضран вот здесь если мы по этой дороге будем ехать 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 то мы с вами можем доехать в район Санатория Известия Здесь же есть пару жилых комплексов Которые приближенные к 100 тысячам рублей За квадратный метр На самом деле Соты считаются для Сочи Очень-очень-очень дешево Но здесь у меня Надя точно не сможет проехать Потому что Здесь тяжело Опасно и страшно Поэтому с того места Где мы с вами ехали Мне гораздо больше нравится Сейчас, секундочку Я возьму на один телефон Отправлю, чтобы ей оформили кое-что Мы с вами посмотрим Дорогу шикарную Секунду, секунду Давайте ползем с вами Вот, все Вот это красота здесь Но здесь просто по-другому нельзя Понимаете, здесь просто по-другому никак нельзя Конечно, здесь тяжело Я не знаю, здесь вряд ли проеду Давайте мы немножко прям подождем Потому что мне кажется Если вы, конечно, видите Думаете, что это Такое широкое место Нет, просто камера широкоформатная Поэтому и у вас есть такое ощущение Да, в этом районе есть тоже Таунхаусы всевозможные В этом районе есть И в том числе и домики хай-теки С видом на море Ну, вот эти подъездные пути Ломает все желание Ломает все желание Вообще что-либо здесь иметь Что-либо здесь делать Что-либо чем здесь заниматься В общем, как бы так Да, ну давайте посмотрим Нет, если я хочу вам показать Все-таки хочу вам показать Сейчас мы проедем, ребят И мы с вами пройдемся чуть-чуть дальше Хотя, знаете, что Наверное, я проеду Что-то мне кажется Мы проедем сейчас В этом отношении плохо Что нету дополнительных камер Все, ребят, давайте постоим немножко Подождем Сейчас мы тоже проедем Смотрите, как у нас на семерке проехали Значит, мы тоже проедем Включите, включите, включите Все, спасибо Спасибо, все, ребят, проехали Спасибо, что помогли В общем, давайте мы с вами продолжим небольшую экскурсию Ну, знаете, если бы у меня была семерка Конечно, я пролетал бы Мне было бы не страшно Но у меня не семерка Поэтому страшно тоже поцарапать И все В общем, вот здесь у нас есть жилые комплексы Которые мы проехали Очень много чего интересного И вот здесь сейчас я вам покажу Интересный спуск Почему интересный спуск? Да потому что я на нем В дождь не мог на переднем приводе подняться Сейчас вы это все сами посмотрите Сейчас вы сами это все посмотрите Вот так вот люди у нас идут Идут и говорят Блин, где я живу? За что? За что, ребят? За что? За что? За что? Именно здесь я поэтому и предпочитаю брать полный привод Потому что иногда здесь нереально Давайте мы помашем рукой Постебаемся Вот, они же пошли в гору Они говорят За что ты так? Мой любимый За что ты так? За что ты так со мной? В общем, здесь район санаторий Известия Если мы поверем с вами направо Но мы с вами будем поворачивать налево Потому что выедем мы с вами на трассу Просто, чтобы вы понимали Что район курортного городка Это не совсем ровно поверхность Это вот такие-то разбитые дороги И, по сути, если вам предлагают курортный городок Вы всегда уточняйте, какая улица Если вам предлагают всякие улицы Арбитровские, православные и тому подобное Сразу говорю Бегите, бегите подальше, подальше от всех Если же вам предлагают, например, улицы Просвещения Или еще что-нибудь То лучше приехать и посмотреть все своими глазами Посмотреть своими глазками на пляж Посмотреть своими глазками на И попробовать пройти до данного места В общем, надо попробовать походить Погулять, побегать и так далее Понимаете? Потому что, говорю, у меня друг отдыхал в курортном городке Алексей И он мне столько всего высказал Но, опять же, не я им посоветовал Он просто, они приезжали в большой компании Поэтому взяли гостевой дом И именно в курортном городке Обычно есть вакантные места Потому что, например, в Сочи Лето всегда полностью все занято И такого, чтобы, например, найти в одной гостинице Например, шесть номеров Например, да Вы такого никак в жизни не найдете А в Адлере можно найти Потому что, конечно, Адлер пользуется летом меньше спросом Чем в Сочи И отсюда и заработок, конечно же, меньше Все, вот здесь мы с вами объехали Это улица Санатория Родина Санатория Известия И мы с вами сейчас потихонечку Видите, как едет машинка классная И вот здесь мы с вами спокойненько Спокойненько, спокойненько Едем в сторону Кудепсты И вот Вот, в общем, вот эта строечка Это у нас жилой комплекс Который называется Морская симфония Тоже есть свои определенные плюсы Есть свои определенные минусы И так далее Но, несомненно, есть плюс Это вид Минус – это вибрация дороги Это шум Это алкашня Это, в общем, много чего интересного Ну, вот так у нас Абхазы передвигаются Они считают, что они тем самым показывают, какие они крутые Потому что, в основном, у нас Абхазы ездят Передвигаются с рулем в бардачке Это модно считается здесь у них Потому что вот такой руль в бардачке стоит ростоможность всего лишь 12 тысяч рублей И вот с правой стороны у нас осталась морская симфония Ненавижу, как Газели и летутся в левом ряду Это не есть хорошо Смотрите, ребят С правой стороны у нас Кудепста С правой стороны у нас Кудепста И, в принципе, вот здесь обычно у нас образуется основная пробка В принципе, видите, машины у нас почти все чистые За исключением гостей Гости, конечно, у нас грязные Это единственная дорога За исключением есть еще одна дорога Да, вот с правой стороны По которой передвигаются автобусы Поэтому бывает такое, что Когда вы едете вечером, особенно с Адлера В сторону Сочи То вы можете попасть в пробку Такое есть Дорога обычно комфортная Легко на ней можно передвигаться Что касается разрешения скорости 90 км в час Если же мы берем с вами камеры Камеры непременно есть Яндекс их все знают Поэтому не обязательно подключать радар Ну и здесь у нас заканчивается, ребят, Кост Чтобы вы понимали Вот, на туннеле, да? И после туннельчика Если мы берем с вами направо Мы попадем с вами в жилой комплекс Радужный Это как раз у нас будет район Приморья Благодать Вот так выглядит На туннеле Ну, в целом Дорога комфортная Ну, идеально Дорога комфортная Уже вас сейчас сильно мучить не буду Вы эту дорогу уже несколько раз видели Просто хотелось показать вам дорогу Когда уже все зелено Все красиво Все просто потрясающе Как так можно ехать? Расскажите Как так вот можно? С дедушкой Смотрите, ребят Сейчас я тебе возьму очки Когда едете в центр Сочи Вот маленькая вам рекомендация Не ведитесь вы на эту дорогу Которую нужно проехать прямиком Например, нужно попасть в район Светланы И тому подобное Но не ведитесь вы так Лучше проедьте в сторону дублера Потому что на промежутке дороги Например, вот у нас Ну, возьмем ориентировочно Приморья, да, благодать И до бытки, ну, всегда пробка стоит Поэтому рекомендую все-таки Сделать лучше Там небольшой круг Пускай вы там проедете На 3 километра больше Но тем самым Вы сможете доехать гораздо быстрее Сможете доехать без препятствий Поэтому такой тоже небольшой вам совет Потому что все-таки здесь у нас По две полосы в каждом направлении Если вам Если вы Летчик Испытатель, да То Вы можете Спокойно там И опередить И обогнать Ну и как правило Здесь Переделяться комфортно Туннель Манцесский Один из самых старых Его Открыли Еще В 2000 Если не ошибаюсь В 2007 Году Его уже Ремонтировали Пару раз Если вдруг Этот Туннель Закрывается Все Это становится Трэш Это становится Очень Очень страшно Сейчас Мы проезжаем С вами Мост Через реку Мацеста Как видите Здесь очень много У нас Автомобилей С абхазскими номерами Но сейчас Ужесточили правила И теперь Нужно К каждые Две недели Отмечаться На таможне Ну и в принципе Наверное Наверное Все Может Передвигаться И так Если бы мы С вами Повернули бы Налево То Мы Попадали бы На дорогу Которая называется Обход Сочи И тем самым Мы смогли бы С вами попасть На улицу Транспортная Смогли бы Попасть В район Макаренко И Смогли бы Уже Спокойно Быть Преодолеть Это расстояние До Получается До Район Мамайки Ну Там Смогли бы Смогли бы Все И там По одной Полосе В каждом Управлении Передвигаться Не совсем очень комфортно. Поэтому я обычно выбираю дублер. По дублеру все равно ездить по двигателю попроще. Мы сейчас с вами едем монтировать видеоролики. Дорога заняла до 30 минут до центра, но 30 минут заняла не потому что так долго ехать, а потому что я проехал вам особенность перемещения не уступает скотина. Поэтому имейте ввиду, что здесь, если вдруг на пешеходном переходе вы стоите, должны как минимум взять и пропустить. Должны делать шаг, потому что в Сочи нет такого понятия, что этика по пешеходам и тому подобное. Сейчас магазин с вами на улице Яна Фабритиуса. островские безопасности у нас все забиты непонятно чем и непонятно как. Здесь сплошная линия. это у нас рынок, тут же есть пешеходный переход. Я сразу говорю, я на многих рынках был и рынок на улице Яна Фабритиуса мне больше всего не нравится. Как бы все-таки лучше перемещаться в Дагомысь, в Дагомысье поинтереснее. В Дагомысье в разы интереснее. Здесь у нас с правой стороны строится, здесь век строится, проворачиваются аферы века, продавцы воздуха. Здесь, кстати, я почему не пропустил, потому что здесь сплошная линия. Я не провоцирую людей, чтобы они нарушали. Если бы он выезжал с правой стороны, я бы его с большим удовольствием пропустил. Но здесь, когда он едет через сплошную, я считаю, что с моей стороны это будет, мягко говоря, неэтично, неправильно. Ну, вот так мы, в принципе, доехали почти до моей работы. Вот здесь тоже, видите, здесь можно поворачивать только налево. То есть только направо можно поворачивать. Налево поворачивать, это правильно, что его не пропускает. Это правильно, что не пропускает, потому что там знак висит, все, куда он лезет, мне непонятно. Вот таксист поворачивает правильно. Я бы тоже принципиально не пропускал, потому что здесь сплошная линия. Я бы тоже не пропускал. Ну и мы с вами сейчас повернем на улицу Транспортной, там, где находится мой домик. И, наверное, поедем монтировать видеоролик. Для начала я заеду на заправку. Что-то я сегодня очень много накатал. А может быть, сегодня забыл заправиться, не знаю. Может быть, все вместе. Ну и, в общем, как бы так. Все, ребят, я думаю, вы теперь понимаете, что ничего страшного нет проживать в коттеджном поселке, который называется Лесная Поляна. На самом деле, не так вот это все далеко находится. Но, учитывая, какая там цена, я считаю, что за эти деньги брать обязательно можно. А теперь, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр. И прожимайте живнейший лайк за экскурсию. А теперь пока.